В Москве прошла Олимпиада по финансовой грамотности, а еще на эту тему для взрослых и детей выпускают специальные брошюры, снимают ролики, проводят квесты. Чем вызван такой интерес к данной теме и в чем здесь проблема, обсудим с гостями передачи «Городской университет». Здравствуйте, уважаемые друзья! Разрешите, я вас представлю. У нас сегодня в студии Зеленцова Анна Владимировна, координатор проекта по развитию финансового образования при Министерстве финансов Российской Федерации. Елена Лазаревна Рудковская, заместитель руководителя Центра социально-гуманитарного образования Института стратегии развития образования РАО, эксперт международного исследования ПИЗа в области финансовой грамотности. Анастасия Владимировна Половникова, доцент Московского городского педагогического университета, эксперт международного исследования ПИЗа в области финансовой грамотности. Андрей Александрович Сорокин, заведующий кафедрой методики преподавания истории, общества, знания и права Московского городского педагогического университета. Анастасия Владимировна Половникова, доцент Московского университета. Анастасия Владимировна Половникова, доцент Московского университета. А если посмотреть на причины и какие же проблемы, действительно не умеют считать, как вы правильно сказали, процент, причем не только сложный процент, но и простой процент. А что это означает? Это значит, что взрослые даже люди, к школьникам тоже вернемся, но даже взрослые люди не понимают, в чем прелести, преимущества, например, депозитов, где идет капитализация процентов. Или они не понимают, в чем для них минусы тех же кредитов, если они берут одну сумму, а отдают уже сумму гораздо большую. Большую. То есть люди не понимают такие простые, казалось бы, ну что такое процент, но для их практической реальной жизни, для их финансового здоровья, семьи, благополучия, это очень важный момент. Но, конечно, дело не только в процентах. Если мы посмотрим в целом, то одна из основных проблем, как социологические исследования, которые мы регулярно проводим в проекте, и недавно участвовали также в международном исследовании ОСР для финансовой грамотности взрослого населения. Мы также участвовали и в ПИЗе, но Елена Лазаревна, наверное, про это расскажет подробнее. А вот совсем недавно, в октябре, открыли результаты исследования сравнительного финансовой грамотности взрослых. И что мы видим по России, данные по России, что люди не ставят долгосрочные цели, нет долгосрочного планирования, оно очень краткосрочное, месяц, ну то есть месяц, это, можно сказать, нет планирования. Ну да, это от зарплаты до зарплаты. Мы понимаем, что во многом причина, естественно, сложная экономическая ситуация. Естественно, что у людей меньше денег стало, и они, вот, низкодоходные группы населения, они живут от зарплаты до зарплаты. Но если посмотреть 2012, например, год, или еще какие-то более сытные годы, то ситуация такая же. То есть получается, что это не только от экономической ситуации, а это, в принципе, подход населения не сберегать деньги. У людей нет финансовой подушки сбережений, а все международные наши эксперты говорят, что как минимум 3 месяца ваших расходов семьи, вашего домохозяйства, или вас лично, должно вот где-то под подушкой на депозите лучше, ну где-то откуда их легко взять, должно храниться. Потому что если вы вдруг потеряли работу, если вдруг что-то произошло такое, вам нужны эти деньги срочно, эти деньги должны быть, тем более при неразвитости страхования в нашей стране, что люди действительно пока что редко пользуются вот такого рода страховками. То есть это еще одна проблема. Третья проблема, что люди не знают о своих правах как потребителей финансовых услуг и считают, что невозможно их защитить. То есть если банк, какая-то другая финансовая организация поступили плохо по отношению к человеку, то они даже не пытаются защитить свои права, потому что считают, что все равно не найдешь здесь правды. Хотя Роспотребнадзор только в прошлом году вернул, очень благодаря Роспотребнадзору, жалобам вернул очень большую сумму гражданам, потребителям, тем, которые жаловались на финансовые организации. То есть практика показывает, что это делать можно. Ну и последняя бы проблема, которую я выделила бы, при том, что с одной стороны нет доверия финансовым организациям и незнания своих прав как потребителей финансовых услуг, в то же время есть то, что мы называем патернализмом. То есть люди не понимают, где их личная ответственность за свои финансы, а где ответственность государства. Ну, например, они не знают до сих пор, несмотря на все развитие рынка, большое количество людей еще до сих пор не знают, что депозиты застрахованы. Если что-то случилось с банком, и он был в системе страхования вкладов, то на данный момент, к счастью, государство и система страхования вкладов хорошо с этим справляется. До миллиона четыреста тысяч рублей деньги возвращают человеку. А с другой стороны, люди считают, что около 40% взрослых опрошенных считает, что если они купили квартиру как инвестиционную, чтобы сдавать ее, например, или для каких-то еще целей просто недвижимость, или они в паи вложили, как-то еще фондовый рынок, если они потеряли здесь, то государство должно возместить. То есть нет понимания, где собственные риски, собственная ответственность, а где ответственность государства. Есть достаточно такие специальные знания, которые все-таки нужно вкладывать в сознание людей, как взрослых, так и детей. А есть явно какие-то такие, вот я все-таки историк, какие-то ментальные перекосы. А вот даже интересно, смотрите, ведь если кто-то несет ответственность за меня, а не я сам, это вопрос возраста? То есть это более старший или все-таки такая установка у детей сохранена? Для того, чтобы отчасти прикоснуться к этому вопросу и посмотреть на отдельные аспекты этой проблемы, наверное, нужно обратиться к международному исследованию ПИЗа, к его результатам. Мы знаем с вами, что исследование ПИЗа – это исследование функциональной грамотности, функциональной грамотности учащихся. Оно ориентировано на 15-летних учащихся. А это возраст в России и вообще во многих странах мира, возраст, когда учащиеся заканчивают основное школьное образование и, в общем-то, становятся активными субъектами социальной жизни. Так вот, насколько они могут функционировать в социальной жизни? Насколько они могут применять знания, навыки, умения, мотивацию, установки, которые сформированы у них в процессе школьного обучения? Этот вопрос, в общем-то, и интересовал организаторов ПИЗа и авторов заданий ПИЗа. И в этом исследовании традиционно, оно началось в 2000 году и повторяется трехлетними циклами, традиционно исследовались несколько областей функциональной грамотности. Финансовая грамотность появилась позже, чем те первые области. Она появилась на пятом этапе ПИЗа в 2012 году. Но если мы говорим в принципе о готовности участвовать, брать на себя, решать проблему, выполнять определенные какие-то задания, то нас в этом контексте интересуют и результаты ПИЗа тех предыдущих лет. 2000 года, 2003, 2006, 2009 года. А в 2012 мы уже можем сравнить и результаты по финансовой грамотности, и результаты в других традиционных областях. Я напомню, это читательская грамотность, математическая грамотность и, естественно, научная грамотность. С одной стороны, это знание, знание и понимание определенных финансовых терминов, понятий, категорий, финансовых институтов, процессов в финансовой сфере. А с другой стороны, безусловно, это умения, навыки и интеллектуальной, мыслительной, познавательной деятельности, и реальной деятельности при разрешении каких-то жизненных проблем, задач, с которыми сталкивается сам школьник, его семья, и с которыми, в общем-то, он предполагает, что столкнется в будущем. И на стыке, конечно, этих двух, даже я бы сказала, трех плоскостей, потому что все это происходит еще в определенных социальных ситуациях, их тоже тематически авторы ПИЗа разделяют на крупные блоки. На стыке вот этих трех областей, с одной стороны, знание, умение, категория финансовая, с другой стороны, умение, процессы, формы деятельности, виды деятельности, операции, которые проводит школьник с этими понятиями, и все это укладывается в определенные группы тематик таких социальных ситуаций на стыке этих трех областей, и инструментарий ПИЗа нам предложен. Если мы обратимся к слайду и посмотрим на слайде кубик, который подписан не во всех его плоскостях, а только в трех плоскостях, мы как раз и наглядно представим вот эти вещи, связанные с контекстами. Это тематика предлагаемых ситуаций. Авторы ПИЗа выделили четыре таких группы ситуаций, связанных с образованиями, работой, с домом и семьей, с личными тратами, досугами, отдыхом. Вполне себе прикладные вещи. И с обществами, и гражданином в этом обществе, да. И, в общем-то, эти тематики охватывают в основном весь спектр таких социальных, финансовых отношений, в которые втягиваются наш 15-летний подросток. Это деньги и операции с ними, планирование и управление финансами, риски и вознаграждения, и отдельные вопросы из области финансов, связанных с разными аспектами этой жизни, названа неусловно финансовая среда. ПИЗа проверяет, умеет ли он выявлять финансовую информацию, анализировать информацию в финансовом контексте, оценивать финансовые проблемы и умеет ли применять финансовые знания и понимание процесса в области финансов для того, чтобы принимать собственные решения относительно своего участия в социальной жизни. Вот это как бы такая зарисовка того, что нам ПИЗа предложила. У меня, знаете, такой вопрос возник по ходу того, что вы сейчас сказали. Вот, ну, допустим, я взрослый человек, да, поймала себя на мысли, что, наверное, я, прям, скажем, далеко не все способна усвоить, что вы сейчас сказали. И в этой связи у меня возник следующий вопрос. А, допустим, наше государство или наша система образования, или наши дети, они готовы были к такому исследованию? Ну, вот, даже вопрос не в том, какие у них знания, а вообще вот это нам подходит, мы вообще там себя как чувствуем там внутри? Знаете, когда мы к нему приступали, мы, в общем-то, побаивались. Мы включились в это исследование, были одной из 18 стран, которая поддержала идею исследования финансовой грамотности, включились в это исследование, но где-то внутренне действительно побаивались. Где же окажется Россия по результатам в 2012 году, где она окажется? Потому что тоже предполагали, не совсем это традиционно для нашей школы, не совсем традиционно все выводить на жизненные реалии, не только на ситуации, которые иллюстрируют те или иные процессы социума, но на ситуации, в которых я лично участвую, и в которых я лично для себя выбираю то или другое решение. Да еще тем более в такой незнакомой, малознакомой для нас области. Но наши опасения в том 2012 году, в общем-то, не очень подтвердились. Россия показала результат примерно на уровне среднего международного результата. Если обратиться к слайду, к первому слайду, показаны результаты на нем 2012 года, Россия по 1000-бальной шкале, где среднее значение 500, набрала 486 баллов. Ничего, да. И, в общем-то, находятся первой после вот этого среднего международного уровня. Две страны на уровне среднего международного. Результаты Соединенных Штатов Америки и Латвии на уровне среднего международного. Оценены по этой шкале. А Россия, в общем-то, идет в следующий шаг. Получила точно такой же результат, как и Франция. Мы мониторили, что пишут газеты. Так вот, на следующий день французские газеты написали, что вообще позор, что мы чуть ниже, чем... Ну, у них одинаковый пример, но в рейтинге они стоят следом за нами. Что позор для Франции, что вот Россия, которая всего 20 с небольшим лет, у которой рыночная экономика, финансовые современные инструменты появились, а они даже опередили нас. То есть это было... А баллы ровно одинаковые, да. И американские газеты тоже написали, что... Они даже назвали такой как-то момент Гагарина, то есть когда мы их вот в космосе опередили, а тут они говорят, что русские наступают нам на пятки. Вот буквально были заголовки, что российские дети на таком же примерном уровне. Это я к тому, что, конечно, здесь не все так просто нам рано успокаивается. Как раз проблем-то много, я здесь Елена Лазаревна согласна, что мне кажется, это в целом, наверное, специфика немножечко нашего российского образования, вот такая теоретизированность, и часто не хватает стыка, что ли, с практикой, с применением. Она и здесь нашла свое отражение. Но в то же время результаты показывают, что дети, действительно, подростки, они более в этом смысле гибкие, и как раз то, что начинать финансовую грамотность, начинать заниматься, нужно со школы, потому что если мы этим занимаемся, то результаты будут видны быстрее. То есть взрослых переучивать сложнее уже с устоявшимися установками, как раз стереотипами поведения. Откуда было взяться, допустим, опыту у родителей, да, и как они могут научить детей, если вот вы как раз упомянули о патернализме, ну, собственно, шлейф заботы государства, назовем это так, да, о том, что там у нас в кошельке, он, в общем, жив и по сей упору. Совершенно очевиден такой знаниевый, значит, да, такой образовательный тренд в вопросах финансовой грамотности. И все-таки давайте вот посмотрим, у нас есть школьный курс общества знания. Вот что сейчас происходит в школе, в части финансовой грамотности? Мы с вами с удовольствием, открывая вот раздел экономики, можем, например, найти такой практический вывод. Для принятия решения о размещении свободных денежных средств в банке необходимо проанализировать условия хранения надежности, ставку процента по вкладу и так далее. Он заявлен, да, под него потом даются два задания. Понятно, что мало, но уже тогда пытались вот какие-то наброски, да, в пили. Вот задание на выбор банковских услуг. Познакомьтесь по материалам газет, журналов с рекламой банка, проанализируйте ее, какие услуги предлагаются, кто может быть клиентом и на каких условиях. Сейчас эти материалы постоянно обновляются, они получили, между прочим, законодательное расширение. Тот учебник, к которому обращалась Анастасия Владимировна, это учебник по обществознанию, авторского коллектива под руководством Леонида Ивановича Боголюбова. Есть специальная рубрика, которая называется «Практические выводы». Вот она, по каждому параграфу этого курса есть эта рубрика, в том числе и по тем параграфам, которые выходят на экономическое содержание. Учебники нового поколения сохранили этот подход. В учебниках, которые уже ориентированы на федеральные государственные образовательные стандарты, если взять старшую школу, 10-й и 11-й класс, конечно, этот подход тоже сохранен, развит. И, в общем-то, мы пытаемся еще в большей степени приблизить содержание к реальным ролям, осуществляемым нашим человеком, выходящим в соц. У нас есть героиня, Алла Петровна, которая получила кредит и даны условия. Здесь ребенок должен был, во-первых, понимать, что такое кредит, понимать, что значит под 15% годовых, понимать, что это на такой-то срок. И далее предлагается фактически ситуация перекредитования. Вот есть желание, можно взять под меньший кредит на большее количество денег. Под меньший процент на больший срок. Да, на больший срок. И здесь возникает, вот как среагировать на это предложение? Оно выгодно. Если выгодно, то почему? Или оно невыгодно? И если невыгодно, то почему? То есть вот возможность, понимаете, как ставятся задания изначально, которые заставляют видеть вот это вот задуматься. И моделировать. И моделировать. Это непростой, я вам скажу, процесс-то. Вы знаете, я тестировала эту задачку. Ну, ПИЗа, сами задачи закрытые все, да, так же, как ЕГЭ, мы не знаем. Но несколько, вот три задания открыты. Поэтому вот то, что мы можем рассказать. Я тестировала эту задачку на многих взрослых людях. Да, интересно. Она вызывала сложности. Более-менее финансово грамотные или считающие себя финансово грамотными, могли ответить, что да, конечно, отлично. У меня кредит меньше под более высокий процент. Это менее выгодно. Значит, мне выгодно перекредитоваться, взять кредит под меньше процент на больше срок. Я выплачу первый кредит, да, и у меня останется больше денег и меньше процент. А вот вторая часть, вот эта хитрость, а какие в этом есть тоже риски, какие потенциальные негативные последствия, уже очень мало кто из взрослых мог ответить, что, а денег-то получается, то есть у вас нет финансовой цели, а у вас просто больше лишних денег. И вы их все равно потратите на что-то, да, а затем вам все равно эту большую сумму, пусть под меньше процент, придется отдавать. Вот это вызывало, честно скажу, шок у многих взрослых людей. В целом вот такой подход, что нет единственного правильного ответа, он вот в международных подходах к финансовой грамотности, он все больше развивается. Сейчас, конечно, вот эта усредненная линия не пройдет. Правильно ли я сейчас понимаю, что фактически получается, что, скажем, система школьного образования, обычная наша такая вот базисная система, и, допустим, система доп. образования в русле финансовой грамотности должны как-то подружиться. То есть у нас есть, допустим, общество знания, которое дает базисные знания, и у нас есть, и вы мне сейчас расскажете, наверное, я надеюсь на это, нашим зрителям расскажете, есть еще какая-то форма, да, вот согласно, может быть, этим пособиям, которые сейчас здесь у нас представлены, которая дает возможность этих практикоориентированных заданий. Я правильно это понимаю? То есть это как бы расширение наших возможностей, да? Да, совершенно верно. Я могу сказать, что когда мы начинали проект, то мы проанализировали зарубежный опыт. Как в школах в различных странах, которые считаются лучшей практикой, как там занимаются финансовые грамотности. Оказалось, что подходов всего два. Один подход – это обязательные учебные предметы включают финансовую грамотность, или один отдельный, отдельно стоящий предмет, или элементы финансовой грамотности включают в другие учебные предметы, например, австралийцы включают в такой science, да, у них наука в целом, да, вот естественно, научного цикла, в общество знания также, в английский язык, или отдельный предмет. И плюс еще какие-то дополнительные виды активности. То есть мы решили сделать и то, и другое, пойти, потому что страна большая, проблема большая, нужно вот идти по всем фронтам, как говорится. То есть вот в том обязательном наборе предметов нужно, чтобы было и в общество знаний, как, ну, родном, да, и в предмете для финансовой грамотности лучше представлено это. И вот в ядре предметов. Дополнительно мы создали комплекты, ну, авторский коллектив, не мы, но сами при поддержке Минфина создал вот комплекты таких красивых, да, 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 весомо, да, учебных пособий. Линейка пособий со 2 по 11 класс. Учебно-методические комплекты, они включают в себя учебные пособия для детей, для учащихся, для методической рекомендации, для педагогов. И что очень важно, ну, поправьте меня, если я не права, мне кажется, впервые в России это еще и материалы для родителей. Да, это интересно, я обратила внимание, хорошая вещь, да. И это позволяет вовлечь родителей в процесс обучения. Проверка этих учебных материалов, которая прошла в пяти регионах, показывает, что повышается финансовая грамотность не только детей, но и родителей, ну, когда они совместно бюджет составляют, когда они какие-то совместные задачки дома решают. Они, кстати, все висят тоже на сайте Минфина России в электронном виде, в открытом доступе, их тоже можно скачать. Уже сейчас любая школа, любой учитель, то есть по решению школы, по решению родителей, может взять и использовать их в дополнительном образовании, ввести какие-то факультативные, лективные курсы. Также их можно использовать в других формах дополнительного образования. Дополнительно к этому сейчас мы разработали еще различные сценарии для пришкольного лагеря, для летнего лагеря при школе, для проведения олимпиад. То есть о чем идет речь? Учитель в школе мы все прекрасно знаем, я сама педагог по первому базовому образованию тоже. Мы знаем, что учитель перегружен. И, конечно, желание насытить содержание образования вот такими практическими, практикоориентированными жизненными ситуациями, это прекрасно, но когда ему этим заниматься? Так вот мы помогаем учителю, мы даем методический инструментарий, которым учитель может пользоваться. Мы произнесли сейчас ряд таких позиций, а кто же может, допустим, преподавать эту финансовую грамотность? Правильно? Прозвучал учитель, родитель. Мы упомянули доп. образование. Вот какой-то портрет. Есть возможность? Мы все-таки готовим в стенах московского городского преподавателей. Ну, вообще, дискуссия о том, каким должен быть хороший учитель, а я глубоко убежден, что все-таки, несмотря на такое бытовое мнение, что лечить и учить в нашей стране могут все, все-таки своим делом должен заниматься каждый. Учить должен учитель. Конечно же, сегодня мы имеем ситуацию, когда, пожалуй, по некоторым вопросам наши дети знают немножечко больше, чем взрослые. С точки зрения педагогики, конечно же, такая ситуация, наверное, не очень хорошая, поэтому сегодня и наш вуз, и многие другие вузы России решают вопрос, что нужно сделать, чтобы действительно учитель был актуален в тех вопросах, которые преподает. Он разбирался в них и был способен удовлетворить запросы как детей, так и социума государства. Но в первую очередь учитель должен хорошо разбираться в содержании этого материала, который он преподает. То есть разбираться и в банковской системе, разбираться в налоговой системе, разбираться в тех финансовых отношениях и в тех услугах, которые предлагает сегодня финансовый рынок. Эти услуги с каждым днем появляются все больше и больше, они все новые и новые. И самое главное, учитель должен виртуозно владеть тем методическим аппаратом, теми технологиями, которые позволят в минимальный отрезок времени, мы прекрасно понимаем, что сегодня школы перегружены, как и вся система образования на любом уровне, что введение новых предметов, а их с каждым днем предлагают вести все больше и больше по различным направлениям, это процесс достаточно сложный и не всегда реальный. Поэтому, как правило, на решение очень важных и актуальных вопросов, которые рассматриваются в курсе общества знания, в частности, вот в вопросе финансовой грамотности, у учителя немного времени. И в это маленькое время учитель должен решить очень важные задачи, прежде всего, не только дать теоретические знания, что такое кредит, что такое налог, что такое банк, но и добиться того, чтобы ученик смог эти знания применять в практической жизни, в повседневной ситуации и в зависимости от изменения этой ситуации моделировать свое поведение уже без учителя, то есть самостоятельно. ВУЗ готов сегодня к этому, чтобы таких учителей давать? Я думаю, что если говорить на 100%, наверное, нет, потому что те исследования, которые были проведены по России, только 28% учителей общества знания говорят о том, что, отвечая на вопрос анкеты, говорят о том, что они могут вести обучение финансовой грамотности. Да, специфично. То есть запрос среди педагогов очень велик вот на проблему финансовой грамотности. Ну, допустим, у нас в университете есть такая программа бакалавриата, как учитель общества знания и экономики, где вопросы финансовой грамотности выходят на первую позицию. Сегодня обсуждается вопрос с дирекцией Института гуманитарных наук и управления об открытии магистрской программы, которая целенаправленно будет готовить учителей экономики и финансовой грамотности. То есть для этой программы разрабатываются специальные дисциплины финансовая грамотность. Ведь среди тех, кто учит, есть те, у кого уже есть какие-то знания, а есть те, кто в силу разных обстоятельств призван учить, но нужно еще получить все-таки эти знания. Я правильно понимаю, Анна Владимировна, что для этого что-то делается? Совершенно верно. Потому что учителя часто чувствуют себя также неуверенно в этих вопросах, даже, ну, может быть, за исключением учителей экономики, но все равно они чувствуют себя неуверенно, потому что, как вы сказали, что бывает подростки знают, например, как заплатить в интернете, да, как быстро какие-то операции произвести даже, а они, может быть, вот такими... В меньшей степени этим владеют. Поэтому мы в курсы повышения квалификации включили как модули по самой финансовой грамотности, то есть для них просто как для потребителей, как для любых взрослых людей, что они должны уметь знать в современном российском финансовом рынке. И это тоже дополнительная мотивация. То есть получается, что они после прохождения этого курса чувствуют себя более уверенно, они не только методикой владеют и содержанием школьным, но чуть пошире. Подход серьезный. Я так думаю, что успехи все наши впереди и в ПИЗе, и в практической жизни. Да, главное в практической жизни. Да, главное в практической жизни. Именно поэтому вот мой, ну, практически уже завершающий вопрос коснется совершенно такого обыденного сознания. Вот мне просто любопытно. Например, как маме, как просто обычному человеку, который тоже ходит в магазин. Такой вопрос. Вот ведь есть такие понятия нашего обыденного сознания, как то, значит, не трать будешь, чем зарабатываешь. Ну, например, не бери кредит на какую-то ерунду, ну, может быть, не ерунду, но на то, без чего ты можешь жить. Вот скажите, пожалуйста, а о чем-то таком все пособия, все методики УМК, они о чем-то таком говорят. Абсолютно. Как раз с этого мы и начинаем. Я бы привела в качестве даже примера. Есть рубрика «Важно». И если в классических таких академических учебниках иногда за этой рубрикой прячется какое-нибудь академическое определение, то здесь в рубрике «Важно прячется» мысль. Если не уверен, что вернешь кредит, его брать нельзя. Прекрасно. И вот эта рубрика «Важно». Она именно так устраивается для ребят. Совершенно верно. То есть мы исходим из того, что сначала нужно сформировать вот эти установки, подход конкретные финансовые инструменты, это уже следующий шаг. То есть вся, собственно, международная практика на этом построена, что изучать финансовые граммы нужно не от инструментов конкретных, не начинать сразу рассказывать нам про паи или про фондовый рынок, а сначала как раз вот те самые азы, что нужно семейный или личный бюджет вести, вот дебет с кредитом свести, посмотреть, какие поставить цели финансовые, и только тогда посмотреть, тебе для этой цели кредит нужен, или, может быть, ты можешь накопить, или, может быть, вообще тебе эту цель не нужно достигать, а нужно как-то ее немножечко изменить. Ну да, если уж мы говорим о том, что социальная проблема имеет место быть в государстве, то один из способов решения – просто умение правильно себя вести в предложенных обстоятельствах, потому что обстоятельства могут быть очень разными. И, ну, вы знаете, за что боролись, как говорится? Мы хотели войти в этот мир, мы вошли, а теперь он влияет на нас очень серьезно, и в этой связи мы должны быть просто к этому готовы. Что является критерием финансовой грамотности? Кто может помочь ребенку стать финансово грамотным? Родители? Школа? Просветительские проекты банков и министерств? Очевидно одно. Сегодня финансовая грамотность становится вопросом личной безопасности человека. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за нашу сегодняшнюю интересную встречу и до встречи в городском университете. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.